Всем привет! Сегодня мы познакомимся с недорогим смарт-браслетом. Стоимость его примерно 1100 рублей. И сразу хочу акцентировать внимание, как здесь выглядит коробка. Нет ощущения, что это ультрабюджетный гаджет. Все визуально красиво реализовано. И спереди какая здесь красивая картинка. И сзади здесь у нас основные характеристики, можете посмотреть. Все сделано добротно. И даже когда мы открываем, открываются они вот так. Так, браслет нас встречает. Красиво. Это не как в стандартных картонных коробках. Просто все завалено. Здесь все сделано красиво. Хоть стоимость этого всего очень дешево. Здесь нет ничего дорогого, какого-то магнитного крепления. Вроде все дешево сделано, но визуально все очень красиво. Также порадовала инструкция. Она у нас цветная, подробная. И также есть ощущение, что это какой-то не дешевый гаджет. А что-то более-менее дорогое. Хотя бы раза в 2-3. Вот так вот здесь все скрывается. Отдельно ремешки вот так располагаются. И сам смарт-браслет. Он у нас, как вы видите, без кабеля. А подключается он прямиком вот через этот USB разъем. Сам браслет у нас простенький. Ничего особенного. Сзади датчик. Спереди экран. И одна единственная клавиша. Вот такие вот два браслета у нас соединяются. Сделаны они у нас под карбон. И это красиво выглядит. Это тоже недорого, но при этом классно выглядит. Такая металлическая застежка, крепкая. Сразу двойной он у нас. То есть крепко будет садиться на руку. Надевается все очень просто. Здесь у нас указано, как его нужно подключать к USB выходу. И все крепко у нас садится. Не знаю, как будет со временем. Но вот так сходу крепко садится. И нет ощущения, что должно как-то выпасть. И вот так достаточно крепко соединяется. Браслет у нас защищен по технологии IP67. Можете вполне с ним купаться. Экран здесь у нас 0,96 дюймов. IPS матрица. Разрешение 160 на 80 точек. Аккумулятор здесь заявлено 90 мА. Заявлено 15 дней без подключения к телефону. На самом деле это примерно так же. Две недели он выдерживает. А с подключением к телефону заявлено 4-7 дней. На самом деле примерно 5, почти 6 дней. Два рабочих стола здесь. Вот первый. Здесь у нас часы крупные. День недели, дата, аккумулятор. И показывает соединение. Но есть с телефоном. И вот второй рабочий стол. Здесь добавилось количество пройденных шагов. Исчезло подключение к телефону. И более маленькие часы. Также есть дата и день недели. Мне больше нравится вот этот рабочий стол. Первый. Хоть здесь и нет количества пройденных шагов. Давайте пройдемся по меню. Пройденные шаги. Здесь меня порадовало. На 100 шагов ошибка примерно. 5-7 шагов сравнивалось с часами от Xiaomi. Это добротный показатель. Сожженные калории. Пройденный километраж. Сердцебиение также все хорошо. Про давление вы уже давно все знаете. Как мы спали ночью. Здесь все хорошо. Показатели примерно такие же, как часы Xiaomi. Уведомления здесь. Здесь у нас только английский язык. Программы тренировок. Есть совершенно разный бег, ходьба, велосипед, баскетбол, теннис, футбол. Достаточно все разнообразно. Поиск телефона. Можем яркость поменять. Это у нас был минимум. Можете поставить вот так на максимум. И вот так. Экран становится более ярким. IPS матрица с хорошими углами обзора. Дальше у нас секундомер. Тоже полезный для такого устройства. Вот такой стандартный секундомер. И дальше версия прошивки. Теперь давайте посмотрим на приложение. Подобным приложением мы еще не пользовались. Это какое-то свое приложение. Из минусов сразу скажу. Здесь не очень хороший перевод. Видим, что здесь написано EKG пульс. Хотя EKG в этом смарт-браслете нет. Также индекс здоровья. Немножечко могли бы доработать это все. И было бы с переводом все хорошо. А так здесь не нужны никакие танцы с бубном. Чтобы найти где что скрывается. Все на основном рабочем столе. Здесь и пройденные шаги, и калории, и расстояние, и цель в процентах. И сон здесь тоже хорошо реализован. Приложение в плане дизайна неплохое. Оно простое. Но при этом им можно пользоваться. Дальше у нас здесь можете поставить цель по шагам и по сну. Но это стандартное. Использовать браслет как селфи кнопку. Найти устройство. Если вы его потеряли, можете нажать найти устройство. И смарт-браслет начнет вибрировать. То же самое вы можете со смарт-браслета найти телефон. По настройкам здесь ничего особо интересного нет. Вот можете посмотреть. Из интересного здесь есть будильник. Но его как и почти во всех подобных устройствах. Вы можете ставить только с телефона. А можете выключать со смарт-браслета. Он будет вибрировать. А так ничего здесь особо интересного нет. Можете здесь все посмотреть. Никак мы не можем менять рабочие столы. Здесь только их два. Кастомизировать их мы никак не можем. Конечно по настройкам здесь все очень просто. Но и сам смарт-браслет стоит очень дешево. Так что за эти деньги это наверное все самое нужное. Как по мне это очень добротный смарт-браслет. За свою цену все-таки 1100 рублей это дешево. А за эти деньги мы получаем хорошо работающие устройства. С хорошим ремешком. С хорошими внутренностями. С приятной коробкой. И меня этот смарт-браслет порадовал. Особенно на фоне того, что двое последних часов у нас были очень плохие. Это глоток прям свежего воздуха в вот таких недорогих носимых устройствах. Пишите ваше мнение о данном гаджете. Каким гаджетом пользуетесь вы. Дальше мы будем продолжать искать хорошие устройства в этом ценовом сегменте. А с вами я попрощаюсь. Хочу попросить вас поддержать ролик лайком, комментарием и подпиской. Если вам интересны такие устройства. А с вами я попрощаюсь. Всем спасибо. Пока-пока. Не забывайте участвовать в конкурсе. Субтитры создавал DimaTorzok